Ну, тут написано, четвертая лекция о межперсональной коммуникации. Что такое межперсональная, на самом деле никто точно не знает. Что такое персональность или личность, до сих пор четко не определили, поэтому это мы пока опустим. Ну, в своем докладе я опирался на чувака, который опирался вот на этого чувака. Основной его идеей было то, что коммуникацию нельзя рассматривать как, ну скажем так, одну интеракцию, как действие одного субъекта. Что имеется в виду? Он, когда выходил читать лекцию, он так выходил к студентам и начинал что-нибудь вроде «А вы знаете о популяции лис в горах Шотландии?» Ну, естественно, студенты-психологи офигевали, потому что чувак, что ты вообще несешь, какого черта, мы пришли психологию слушать. А он дальше продолжал. В гробу переворачивается. А он дальше продолжал. И говорил, вот смотрите, как говорят этологи шотландские, динамика популяции лиса имеет синусоидный характер. То есть, их становится очень много, а потом резко их количество очень сильно уменьшается. И если рассматривать только лис, то мы никогда не поймем, почему так происходит. Потому что мы должны будем утверждать, должны будем предполагать, что так происходит из-за самих лис. Мы должны будем их наделить какой-то такой магической силой, какой-то характеристикой, которая обладают только они. Ну и, естественно, никогда в этом не разберемся. Вместо этого мы подходим к вопросу системному. И замечаем то, как с вот этой вот динамикой изменения популяции лисов меняется популяция кроликов. Как в той же Шотландии. И замечаем диаметрально противоположную ситуацию. Когда лис становится очень много, кроликов становится очень мало. И, соответственно, потом лисы опять, ну, скажем так, вымирают. И таким образом Бейтсон пытался метафорически показать, что когда мы разговариваем друг с другом, жизненно необходим, ну, некоторого рода системный подход. Нужно разбираться в контексте. То есть нужно обращать внимание на то, в каком именно контексте существует то, что мы исследуем. Насчет коммуникации. Ну, это, конечно, не самая большая его идея. Но вот та, которая позволила вот этому парню целиком и полностью опереться на системный подход, на подход общей теории систем. В его изучениях коммуникации, именно уже межперсональной коммуникации, в работе психотерапевта и больного. Но, поскольку я не психотерапевт, не психиатр, я всю патологию трогать не буду. Я буду говорить только о том моменте, который касается обычной межперсональной коммуникации. Здоровой, если хотите, но в кавычках. Он выделил пять аксиомов коммуникации, которые присутствуют всегда, везде, которых избежать, ну, в буквальном смысле, никак нельзя. Даже сейчас, когда я говорю, все они пять присутствуют. Первое. Это невозможность отсутствия коммуникации. Сам факт моего существования уже коммуникация. Когда я просто существую, я даю всем остальным возможность получить информацию о том, что я существую. Когда я вот сейчас говорю, точно так же я, помимо всего прочего, помимо содержания доклада, сообщающую о том, что я умею говорить. Вот, посмотрите, мои голосовые связки в порядке. Я знаю русский, ну, на каком-то уровне, хотя бы устную его часть. Ну, и так далее. Поэтому, даже когда мы чего-то не делаем, мы все равно сообщаем нашим собеседникам о том, что мы этого не делаем. Вот, посмотрите, я там сейчас, ну, не знаю что, не стою на руках. По факту. Ну, дальше. Вот это сложно. Любая коммуникация, любая коммуникация имеет двухслойный или двухуровневый характер. А именно, у коммуникации всегда присутствует содержание и, собственно, отношение. С содержанием все просто. Это те грамматические значения, которые я вкладываю в свою речь. А вот с отношениями гораздо сложнее, потому что сам Бейтсон определял это как отношение, это метакоммуникация. Или же, если расширять, то отношение, это коммуникация о коммуникации. То есть, когда я говорю о том, как я говорю, ну, например, с аудиторией. Или, когда я договариваюсь со своим собеседником о том, как я именно буду с ним договариваться. Ну, ладно. Об этом дальше будет немного подробнее. Пунктуация последовательности событий. Сам Вацлавик приводил очень простой пример. Он говорил, вот в наше время развилось много бихиористов. И они очень часто говорят о схеме стимул-реакция-подкрепление. И всегда утверждают, что они являются, ну, скажем так, инициаторами действия. То есть, исследователь всегда какой-то палочкой или еще чем-то стимулирует мышку. Она дает какую-то реакцию, если она устраивает исследователя, и он ее подкрепляет, подкармливает. Ну, Вацлавик сказал такую забавную штуку. Если спросить мышку, она может сказать, что нет, это я жду от него тычок-палкой, чтобы потом что-то сделать, чтобы он меня покормил. Таким образом, Вацлавик указывает на то, что если мы рассматриваем коммуникацию с точки зрения двух сторон, установить из них кто инициатор, по принципу становится невозможно. Ну, опять же, об этом будем дальше подробнее. Коммуникация существует цифровая, а именно речь, вербальная ее часть, и аналогическая. То есть, та, которая построена на аналогии с тем, что именно хочу я сказать. Ну, имеется в виду все примеры, например, вербальной, господи, невербальной коммуникации. И сам Вацлавик приводил очень часто пример с зажатыми кулаками. С одной стороны, это может трактоваться как гнев, с другой стороны, как страх, а с третьей стороны, у меня просто проблема со суставами, и я разминаю кисти. Ну, опять же, дальше об этом подробнее. Отношения или взаимодействия бывают симметрические или комплементарные. В симметрическом мы делаем акцент на то, что нас объединяет, и не просто объединяет, а то, в чем мы равны, что является для нас равным. И там мы это равенство друг перед другом отстаиваем. То есть, если я могу не ходить на работу, то и мой партнер может не ходить на работу. Если в какой-то момент я начинаю ходить на работу, мой партнер тоже должен пойти на работу. То есть, мы в буквальном смысле равны в том, в чем договариваемся. А в комплементарных все наоборот. Там мы фокусируем свое внимание на различиях. И, грубо говоря, ты ходишь на работу, а я работаю по дому. И я восхищаюсь тем, что ты приносишь деньги, а ты восхищаешься тем, в каком состоянии наш дом. Ну, так вот, если уходить в гендерную тематику. То есть, мы фокусируемся на наших различиях и пытаемся их как можно лучше, как можно ярче выявить. Так, дальше по каждой аксиоме чуть-чуть подробнее. А, окей, туда. Невозможность отсутствия коммуникации. Вот это тоже поведение. Вот это тоже коммуникация. И когда какой-нибудь человек вот так вот делает перед всеми остальными, ну, он сообщает простую вещь. Ребята, я вас не замечаю. Вот у меня сейчас есть какая-то задача, и для меня она так важна, что я вас просто-напросто не замечаю. Мой внешний вид – это тоже коммуникация. Своим внешним видом я что-то в себе подчеркиваю, что-то прячу, но тем не менее это все равно всегда какая-то информация обо мне. Ну, и как я уже говорил, ничего не деланье, да, вот такое вот, я не знаю, эй, астеническое молчание – это тоже, по сути, попытка сообщить что-нибудь вроде «Я ничего не буду делать первым, давай ты». И вот они так сидят, и друг другу это сообщают. Ну, это так, если фантазировать. А, окей. Представим ситуацию, что Тайлеру не удалось бы уйти на другое сидение в бойцовском клубе. То есть, представляем себе ситуацию, у нас есть человек А, человек Б, они сидят в самолете, физически им сейчас самолет покинуть никак нельзя, и тут человек А начинает приставать к расспросам к человеку Б. Вопрос, как человек Б может на это отреагировать. Первое. Нет, назад. Отказаться от коммуникации. В очень грубой форме заявить, что, извините, вы мне неинтересны, я с вами разговаривать не хочу, и вот это так, как оно есть. Ну, и после этого они еще там, я не знаю, полтора часа проведут в неловком молчании. О побочных аффектах, я думаю, рассказывать не надо. Ну, и так понятно. Если непонятно, потом уточним. Как можно отреагировать еще? Принять коммуникацию. Ну, если мы вспомним, вернее, если мы предположим, что человек Б не хотел этого, то есть его, как это, вынудили коммуницировать, то в конце он может начать чувствовать себя неловко, неприятно, обиженно, и всячески, ну, грубо говоря, разувериться в себе, что вот меня опять развели на то дело, которого я не хотел. Ну, пока все. И точно так же можно попробовать препятствовать как-то моему собеседнику продолжать со мной разговаривать. Например, отвечать односложно, да или нет. Буквально понимать метафоры. Или наоборот, метафорически воспринимать все сказанное буквально. То есть, мне задают вопрос, как тебя зовут, я отвечаю, ну, вот вы знаете, имя, это такое широкое понятие, что я даже не знаю, чего вам ответить. Из серии, чего бы вы, чего вы сделаете, когда прилетите? Вы знаете, я не совсем верю, что мы вообще долетим, поэтому будьте добры, не каркайте. Ну, и так далее. То есть, там приемов достаточно много. Ну, окей. И апелляция к какому-нибудь симптому. Ну, как это назвали авторы. Имеется в виду обмануть. Сказать, например, что извините, я не разговариваю там по-русски. Не разговариваю, извините. Или сказать, что, вы знаете, у меня болит голова, поэтому вот сейчас каждый ваш звук вызывает у меня совершенно искреннюю и невыносимую боль. То есть, попросту говоря, собеседник А заявляет, что ты хороший парень, я бы с удовольствием поговорил с тобой, но есть какая-то причина, которая сильнее меня, сильнее тебя, которая не даст нам возможности поговорить. Извини. Но и тот же самый момент, я напоминаю, что каждый из этих пунктов, это все равно остается коммуникацией, это все равно остается передачей сообщений. То есть, даже когда я говорю конкретному человеку, что я не хочу с ним общаться, я все равно заявляю только то, что в будущем, в будущий промежуток времени я не хочу с ним говорить. Это нельзя назвать отсутствием коммуникации. Ну, это так, если подытожить. Двуслойность коммуникации. Вот здесь, вот эта бегунка, вот эта. Явным образом, вот здесь уже явным образом. Начинает демонстрировать не содержательный компонент, а чисто отношенческий. Она не фиксирует просто, как бегун, о, меня обогнали, хорошо, или плохо, с какой точки зрения посмотреть. Она совершенно искренне демонстрирует свое отношение к вот этой вот фиолетовой футболке. Типа, да, ваши, бега, и ты туда же, и вообще. Проблема в том, что в наших вербальных коммуникациях мы очень часто эти моменты склеиваем. Мы путаем содержание с отношениями, и, ну, как будет показано дальше, подменяемых. Например, ситуация А. Мне звонит мой друг из другого города и говорит, вот я приеду в Киев, мне нужно где-то переночевать. Пустишь? Я говорю, ну, пущу, хорошо, без проблем. Вечером ко мне приходит девушка, я говорю, вот так и так к нам Петя приедет. И тут она меняет цвет лица и говорит, Тимофей, да какого черта, что означает Петя приедет? Ну, и мы ссоримся с ней часов шесть к ряду. В конце ссоры приходим к тому, что, ну, вообще-то, если бы она взяла трубку и ответила Пете, она бы точно так же его пригласила у нас переночевать. И вот тут мы оба садимся и думаем, а какого черта мы тогда шесть часов, собственно, спорим, выясняем отношения. Ну, и приходит умная мысля-посля. Мы пытались прояснить, по сути, когда она высказывала мне претензию, она говорила, какое ты имеешь право приглашать постороннего человека, не уведомив меня. Вот откуда ты взял себе такое право? Она не спорит с тем, что Петя содержательно у нас бы переночевал. Нет. Она не против. Она его хорошо знает и вообще-то против него ничего не имеет. Но сам факт того, что я сделал это без ее ведома, указывал на то, что, ну, я как бы сам себя наделил этим правом. И она с этим не согласилась, о чем мы разговаривали последующие шесть часов. Следующий пример из бриллиантовой руки. То же самое. Здесь жена, найдя пистолет и деньги, задает вопрос, ну, в фильме, что это? Что это такое? Хотя, ну, вопрос очевиден. Это пистолеты и деньги? Что, дура, не видишь? Непонятно. Но на самом деле она задает вопрос из серии, а кто ты такой? Такого тебя я не знаю. Ты для меня сейчас незнакомый человек. Я вступала в отношения совершенно с другим человеком. Объясни мне, как у прежнего тебя могут быть вот эти предметы. Ну, и наш главный герой, естественно, был на подпитку и не нашелся, что ответить. Он реагировал как раз на содержательные вопросы. И он отвечал, ну, там, деньги, что, не понимаешь? Деньги, хорошо. Пистолет? Ну, бывает. Я, к сожалению, не помню диалога по этому. Когда мы затрагиваем отношения, вопрос отношений, отношения, мы всегда пытаемся определить, ну, грубо говоря, себя, то есть, кто я по отношению к моему собеседнику в этой конкретной ситуации. Или же, кто он по отношению ко мне в этой же конкретной ситуации. Задавая вопрос, ну, что это, в буквальном смысле звучит вопрос к мужу и формулируется, как, ну, кем ты стал? Что изменилось? Что я пропустила? Ну, и, естественно, наш собеседник может отреагировать первым. Согласиться и сказать, да, ты знаешь, я вот как-то не подумал, наверное, спрятать ствол, деньги и не говорить тебе это как-то ну, не по-человечески, что ли. Если я уж ввязываюсь в такую авантюру, то, да, наверное, мне стоило тебя об этом предупредить. Потому что, да, действительно, если я в это ввязываюсь, но я становлюсь другим человеком. Ну, и тогда, скорее всего, вот эта вот их ссора, ну, більш-меньш разрешится. Дальше. Это отрицательно. Ну, и, например, говорить, ну, пистолет, ну, деньги. Ну, в каждой семье иногда появляются пистолеты, деньги, понимаешь? Ну, ничего в этом такого нет. То есть, мы, грубо говоря, делаем попытку доказать, что, ну, это ничего не значит. Ну, пистолет, ну, деньги, ну, что-то не бывает. С одной стороны, это вызовет, скорее всего, негативную реакцию, но зато все равно дает определенность. То есть, когда я сообщаю, что для меня деньги и пистолет это нормально, то тогда уже от моего собеседника зависит, он согласится с этим, он тоже воспримет это как нечто нормальное. Или скажет, нет, извини, чувак, деньги, пистолет, я ухожу, чао, детей забираю. Ну, собственно, как она и сделала. И третья возможная реакция это игнорирование. Когда я игнорирую, я делаю, ну, на самом деле, очень специфическую штуку. Я, по сути, сообщаю, что у них в книжке написано, что человека нету, меня для тебя, ты для меня в данный момент не существуешь. вот ты что-то сказала, ну, это как упавшие книжки. Это ничего не означает. Я просто это игнорирую. И вот это самое, ну, с точки зрения переживаний, самый болезненный ответ. Отсюда вся болезненность, ну, таких вот френдзон и неразделенных любовей. когда, вроде как, ты все делаешь, ты демонстрируешь, а тебя просто не замечают. Тебе говорят, что, чувак, да тебя с твоей любовью просто не существует, извини, чал. Поэтому в первых двух случаях мы хотя бы честно определяем ситуацию, мы говорим, да, я об этом знаю, я вот об этих предметах знаю, и да, я с тобой согласен, это как-то ненормально. Или же во втором случае, да, я об этом знаю, но будь добра, принимай, не принимай твое дело. В третьем же мы оставляем человека с его, ну, скажем так, со всеми его вопросами наедине с собой. То есть мы отказываемся от взаимодействия. Ну, естественно, это самый переживательный момент. из-за вот этой же двуслойности коммуникации у нас периодически возникают такие фразы, как «А красивая ли я?» Когда девушка не в буквальном смысле хочет, чтобы ее парень содержательно оценил всех девушек вокруг и составил сравнительный анализ и сказал, что «Ну, по глазам и носу да, зубы надо бы подровнять». Нет. Это как раз запрос на прояснение отношений. «Либо будь добр подтверждай, либо отрицай, и тогда мы расходимся». Или если вот такой вариант, то «Будь добр вообще, что мы вместе делаем, зачем мы вместе, если ты меня не замечаешь». Ну, и еще набор таких же фраз. «Лээ». 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 Ну, то же самое. Но здесь уже встречается с обеих сторон. То есть мужчины редко спрашивают уборожни, а красив ли я? Да, то вот этот вопрос встречается с двух сторон. Все ли я правильно сделал? Ты поддерживаешь меня вот сейчас? Или же такой вот забавный, когда что-нибудь начудил, разозлил человека. «Ну, это всего лишь игра. Извини, я не хотел тебя разозлить. Я всего лишь играюсь, я обешусь. Вот это несерьезно». Ну, и вот это вот. Ты серьезно сказал, а? Когда вроде как мы там, например, обсуждали «Я люблю пиццу с бортиком или без?» Я задаю вопрос. Она мне отвечает «С». Я так вообще «Ты кто ты после этого?» Я делаю апелляцию не на содержание, не о пицце спрашиваю, а действительно о наших отношениях. «Как ты можешь любить бортик на пицце, живя со мной?» Ты что, не знаешь, что я его ненавижу? Это конструкция приблизительно вот такая. Так, дальше у нас следующая аксиома. Ну, как я уже говорил на примере с мышкой, вот, собственно, мышка, если мы рассматриваем и исследователя, и мышь, то на самом деле, с точки зрения коммуникации, никогда нельзя определить, кто из них инициатор, кто из них кого учит. Если с мышкой вроде как очевидно, она глупая, и вообще по лабиринту бегает, а человек в калате весь красивый и пишет статьи. то один немецкий, как он себя называет, коммуниколог выдумал вот такую вот модель. У нас есть человек А и человек Б. В какой-то момент времени человек А что-то говорит. Например, дорогая, ужин сегодня был не очень и идет спать. Человек Б как-то по этому поводу себя чувствует. Он это как-то воспринял. Он мог, как мы вспоминаем предыдущую аксиому, принять, отказать или проигнорировать. Вне зависимости от того, что он делает, у него возникает какая-то внутренняя реакция. например, зарабатывал бы ты больше и ужин был бы вкуснее. И в соответствии с этим на следующий ужин она готовит вообще овсянку. Раз тебе это не нравится, жри то, что я ем. Ну, например. И соответственно человек А делает все то же самое. Он получает на следующий ужин овсянку и задается вопросом, вообще как это в прошлый раз не очень было, а сейчас вообще овсянка. Ну, наверное, надо еще больше бухать, а то она меня не ценит. И вот здесь он приходит на третий ужин уже пьяный, дупель пьяный. Ну, и так эта ситуация раскручивается. Жене это не нравится, она как это звонит матери, говорит, я приеду и заберу детей. Он чувствует по этому поводу, да как это так, меня лишают моих собственных детей, буду бухать вообще беспробудно. И эта ситуация раскручивается, раскручивается, раскручивается. Причем она крутится исключительно в слое отношений. они они бодаются за то, кто на что имеет право. Содержание алкоголь, ужин и так далее играют обслуживающую роль. Это тот материал, на котором они ну вот так вот циклично вернее неправильно начал предложение. Тот материал, на котором они создают цикл своих отношений. и пока у них будет присутствовать ресурс, они вот так вот и будут крутиться. Ну, а когда он иссякнет, то адвокат, психолог или еще кто-нибудь. Ну, например. Я вообще что-то понятное говорю? Окей, окей. Также сюда относятся самоисполняющие предсказания. Например, когда я знакомлюсь с новым человеком и говорю ему ты знаешь, меня никто не любит, меня никто не уважает, меня все пытаются как-то прокинуть. И в соответствии на поведении я ему демонстрирую на уровне отношений постоянную защитную реакцию. Он мне говорит, слушай, я там забыл деньги, дай мне денег на метро. А я ему сразу, да что вдруг, я тебе конь ломовой, чтобы деньги тебе давать. Какой статик? И действительно он меня начинает воспринимать как ну такого закрытого, замкнутого, все время защищающегося человека и естественно любит меня меньше. Таким образом Вацлавик показывал, что иногда, иногда своими же действиями мы, грубо говоря, программируем реакцию нашего собеседника. Причем вне зависимости от того, какая она, какая она, хорошая или плохая. О, а здесь сразу картинку показала. Ну ладно. Цифровая и аналогическая коммуникация. Кто как думает, что значит этот жест? No? А что значит закрытость? Нежелание общаться. Раз. Что еще может значить? Защитная реакция. Руки некуда деть. Защитная реакция, закрытая поза. О, 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 супер, супер, супер. гнев, да. Еще мерзнуть? Точно. Вот. Вот смотрите, у нас всего лишь один жест, так, в комбинации с выражением лица. И уже как минимум шесть вариантов. Шесть возможных вариантов. Таким образом мы можем заключить вот прямо сейчас, вот по исследованию того, какие варианты мы вот сейчас набросали, что невербальный или аналогический вариант коммуникации никогда не имеет стопроцентной расшифровки. До тех пор, пока мы не зададим прямой вопрос, что у тебя с Фейтом? Что ты руки скрестил? Мы никогда, никогда в буквальном смысле ни по каким маркерам не сможем узнать точно. В этом проблема аналогической коммуникации. если верить этологам, она присутствует и у животных. Ну, у Лоренса присутствует пример, например, пример, как какие-то, какой-то из видов дельфинов, встретившись с исследователями, почему-то, судя по всему, предположил, что у человека рука это самая, ну, скажем так, важная часть тела, они подплывали и прикусывали запястье. Ну, вот, в буквальном смысле немного придавливали зубами, после чего отпускали и, переворачиваясь на спину, подставляли, ну, приблизительно вот это свое место, то есть, горло. Либо к ступне, либо к руке, либо еще к чему-то твердому у человека. Исследователи это трактовали следующим образом. на уровне невербальной коммуникации, потому что речи у нас с дельфинами совместной нету, дельфин пытался прояснить друзья ему исследователей или нет. И за счет того, что он проверил руку, то есть, человек ему доверился, дельфин сразу же продемонстрировал свое доверие. Он подставил свое слабое место, заметил, что ему никакого ущерба не нанесли, а значит, мы можем быть друзьями. Но, опять же, без цифрового компонента стопроцентно на самом деле определить, что имел ввиду дельфин, невозможно. Но с какой-то долей предположения исследователи дальше исследовали дельфинов. они должны были появляться по одной, но не суть важна. Какая суть вот этой вот абракадабры? Вот Славик заметил, что мужья очень часто боятся делать спонтанные подарки своим женам. Почему? Потому, что в какой-то момент, в какой-то момент жены демонстрировали совершенно непредсказуемую реакцию. Они задавали вопрос, а за что это? Ты что-то от меня вот сейчас хочешь конкретное? А? Что бы это могло быть? Что это ты меня подкупаешь? Или же что это ты такое напортачил? За что это? Что ты уже такое сотворил, что пришлось дарить мне подарок? То есть обычный подарок можно интерпретировать как минимум как знак выражения любви, как взятку и как попытка возмещения ущерба. И все эти три варианта лежат именно в слое отношений, именно в том слое, где мы проясняем кто мы друг другу. Ну и здесь метафорически изображается, что подарок это троянский конь. ну то есть казалось бы казалось бы совершенно очевидный предмет подарок, но он совершенно точно является невербальным действием. И поэтому даже его трактовка иногда вызывает трудности, вызывает проблемы. Фуф! Я не соврал. Симметрические и комплементарные взаимодействия. Я уже об этом говорил, что в симметрических отношениях мы всегда поддерживаем равенство в нас двоих. если я что-то могу делать, то и ты соответственно можешь это делать. Если я чего-то не могу делать, то и ты соответственно чего-то делать не можешь. Пример достаточно простой. Предположим, что я физик, моя девушка тоже физик, я прочитал какую-то статью, рассказываю ее, она эту статью не читала, и теперь так вот, ну раз мы оба физики, раз мы оба этим занимаемся, мне ее нужно срочно прочитать, мне нужно ну как бы стать равным. и точно так же комплементарно. Если я домохозяйка, она физик, то она подчитывает статью, я готовлю завтрак, и мы как бы взаимодополняем друг друга. Она завтраки готовить не любит, а я не хочу читать физику. Ну вот, не хочу. И мы действительно становимся ну некоторым таким командоподобным образованием. В чем возникают здесь проблемы в симметрических отношениях? Очень часто кто-то пытается быть ровнее. Выражается это в том, что, ну например, а я тебя люблю больше, ты меня любишь недостаточно. То есть что-то вроде, ну я не знаю, хочется сказать очищение расы, но вот тут что-то вроде очищения отношений. Ну ты недостоин такого моего к тебе отношений, ты мне неровня. Ну а в комплементарных очень часто возникает такая вот псевдокомплементарность. когда вроде как я приношу деньги, а ты содержишь дом, но на самом деле я пропиваю деньги, а ты встречаешься с моим соседом. Ну например, когда мы вроде как должны друг друга дополнять, а на самом деле, на самом деле, на равных началах позволяем себе все непотребства, ну которые выдумывал. И в таких отношениях и существовало. Надеюсь, я что-то понятное сказал. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ